Друзья, всем привет! Для начала хочу поблагодарить двух братьев из Питера, Александра и Максима Власовых, за то, что подарили мне такие прекрасные петлички, благодаря которым мне стало проще редактировать звук для видео, чтобы качество звука было гораздо лучше, чем это было до этого. И отдельно поблагодарить Авакяна Шота Тиграновича, заслуженного артиста Кубани, который подарил мне штатив для видеокамеры и тоже облегчил намного мне работу над видеороликами. Ну а теперь погнали смотреть ролик. Александр Скрипкару, он же Алекс Культ, музыкант-барабанщик, который на улицах Краснодара собирает толпы людей. Возле него всегда собирается молодежь, которая веселится, поет и танцует под его барабаны. Александр – человек необычайной харизмы, оптимист и просто хороший человек. Он самоучка, которым владела огромное желание научиться играть на барабанах и завоевывать наши сердца. Постояв с ним рядом, вы заметите, что каждый, кто проходит мимо, обязательно улыбнется. Кто-то остановится потанцевать, кто-то отблагодарит, бросит монеты в его чемоданчик. Алекс Культ – это всегда весело, позитивно и жизнерадостно. Ладно, я тебя-то поймал уже. Второй раз. Ты для начала скажи, мне вот интересно, сколько времени ты занимаешься барабанами? Ладно, занимаюсь 7 лет, с 25 лет, мне сейчас 32. Начал заниматься в 25. Четыре года весь торчал в гараже, тренировался, изучал все. То есть сам никто тебя не учил? Самоучка, самоучка. Три года занимаюсь уже на улице Красной. В 2015 году решил выйти на просторы Красной, завоевывая сердца людей. Чисто с барабанной установки, чисто драм-соло, без музыки, без ничего. С музыкой начал с 2017 года. Ну, то есть ты сейчас, по сути, ты просто уличный барабанщик? У меня есть основная, да, работа как уличный барабанщик. Также я принимаю заказы на свадьбы корпоративы, дни рождения, что уже успешно все происходит. В течение года, с 2018 года, открыл аккаунты, соцсети и активно пиарю себя там. Подожди, ну, получается, ты самоучка. Научился сам, но, тем не менее, при этом ты сейчас сам еще обучаешь людей. Правильно? Да. Сколько у тебя обучения стоит? Это коммерческая тайна. Нет, у меня обучения, не скрываю, сколько. У меня есть два вида обучения, как на акустической барабанной установке, так и на электродной. Что, в принципе, одной стоимости составляет за два часа качественного, главное, заметить обучение, эффективное, после которого вы станете профессионалами, я беру 1800 рублей. Это одно занятие. Одно занятие, это 1800 рублей. Да. Потому что есть школы, не будем говорить о каких школах. А если у человека нет слуха, например? У каждого человека есть слух и чувство атака у нас. Вот сердце, оно бьется ровно в четыре доли. И музыка на все четыре доли составлена. Скрыт у кого-то, у кого-то нет, да? Ну, его, да, надо вытаскивать наружу. По большей части все зависит, первое, от желания. Второе, от популярности объясняемого материала. То есть, насколько это просто человеку входит в мозг. Например, у меня были ученики, которые приходят с прошлой школы, и начинают говорить, а вот в той школе учат по-другому. Я говорю, ну, ты от школы тебя чему-нибудь научила, вот почему ты ко мне пришел? Он говорит, ну да, согласен. Так, сейчас мы идем на Красную, на твое постоянное, да, место? На мое излюбленное место. А, любимое место твоё? Да, основное, потому что там оптимально, там никто не гоняет, никто не жалуется. Вот это твой основной заработок, что ты на Красную поступаешь? Да, 1 мая 2018 года я решил не работать на работах, на каких-то... На кого-то. На кого-то. И дальше уже предлагают где-то выступить, где-то музыкально оформить их мероприятия. Мне что нравится, я уже успел побывать на всем, в чем только можно. Это фестивали, это и конкурсы, и дни рождения, и свадьба. Свадьба это вообще один мертвый. Ты только в Краснодаре выступаешь, ты же по другим городам ездишь. Да, так же, ну, по городам я добровольно-принудительно приезжаю, никто меня туда не зовет, я приезжаю, выставляю свои инструменты, там, на каких-нибудь площадях и выступаю. Вот, часто приходят предложения коммерческие там, но в силу того, что я в Краснодаре, приходится отказывать. Да, но есть такие моменты, когда говорят, например, надо поехать в станицу какую-то, ну, то я благополучно гружу свой инструмент на общественный транспорт и еду туда. Ну, например, на автобус. Машину я принципиально не имею. Вот скажи, вот в среднем, вот сколько людей, да, вот, ну, в обычные дни, сколько, скажем так, они за, за то, что их развлекаешь на улице, сколько денег же получается? Получается. Часто спрашивают, да, какой-то заработок. Это всем интересно, поверьте. Всем интересно, сколько зарабатывает уличный музыкант. Да. Скажу так, сегодня может быть 500, а завтра может быть 4 500. То есть все зависит, первое, от погоды, второе, от, скажи, от настроения людей, например, это праздник или обычный будний день. Подожди, но настроение же от тебя зависит, скажи. Ну, да, ну, как бы я ни старался, бывает такое, что вот нет у людей денег и все, там зарплату задерживают или еще что-нибудь. Ну, например, середина месяца, там 15-20, там чувствуется, что спад идет сразу, прям чувствуется. Например, к концу месяца аванс, там, или в начале месяца зарплата, это сразу чувствуется тоже в кошелечке. Ну, вот я в руках никогда в жизни, например, не держал барабанные планы, что вот я, например, за 10 минут, чему ты сможешь меня научить? Могу легко научить считать до 4. Да, до 4 я в школе научился, а вот на игре не играть на барабанах. Здесь забавный момент, сейчас трамвайка проедет. Здесь такой забавный момент, что когда говоришь человеку считать до 4, и левой рукой бить, например, на третий счет, только раз, два, три, четыре, говорят, что никогда еще так тяжело в жизни не считалось до 4. То есть я люблю с детьми заниматься, сразу могу сказать, наперед, потому что дети, они как губки все впитывают, у них нету такого процесса, у них все изучать. Все, что им не говоришь, они все впитывают в себя и повторяют. Это очень хорошо. В отличие от взрослых, взрослых, не знаю, в чем парадокс, но у них как-то вот то ли замыленный разум, то ли еще что-нибудь, к ним им чуть-чуть тяжелее доходит. Такой вопрос. Ты занимаешься барабанами для души или ради заработка для чего ты этим занимаешься? Да, часто задают этот хороший вопрос. Прежде всего для души. Для меня важнее всего делать людям радость. Это сфера развлекательная музыка, поэтому и самому надо развлекаться. То есть если мне хорошо, значит и людям будет хорошо, а деньги это уже приходящее. Какую музыку ты сам любишь, предпочитаешь слушать? Да. В основном все песни, вот данный трек-лист у меня, он составляет более 500 песен, и все эти песни я их слушаю, знаю наизусть, и они несложны. Если брать про мою, мои предпочтения, я люблю металл, люблю электронику, люблю дабстеп, люблю коллаборации металлоэлектроники и дабстепа, ну и разные. Как чаще всего выражается, меломан, слушаю все, что хорошо звучит. Так, несложно, у нас сегодня пятница, народ уже гуляет. Да, и мы подтянулись. И мы подтянулись. На его излюбленное место. Да, кстати, важно подметить, где оно находится, потому что очень часто меня спрашивают, где ты играешь. Я сейчас все объясняю. Вот это дом книги. И если пройти чуть-чуть дальше, можно встретить меня. Да, ребята, тут в Краснодар приедет, ищите дом книги, и там найдете, услышите и увидите, где играет Саша на барабанах. Возле него всегда толпа людей, танцующих, поющих. Да. И скачущих тоже. Примечательно то, что будние дни менее загружены, как выходные. Например, выходные надо выкладываться по полной. И чаще всего в будням, например, где-нибудь на Красная игра, спокойненько, для души такое. Не сильно на большой заработок, а на выходные уже выкладываю все заработки. Так вот, когда я езжу на море, там круглые сутки, выходные, там очень много народу. Каждый день, и там просто надо выдерживать вот это эмоциональное напряжение, чтобы не падать духом. И выдерживать. В общем настроении, да, отдыхающий. Тонкости важны. Смотри, базовый урок. Надо взять палку, чтобы большой палец шел вдоль палки. Есть, да? Чтобы баланс был. И вот здесь тоже большой палец. Потом ладони надо развернуть в пол. Вот так, да. Получается 90 градусов. Затем правой рукой считаем четыре раза. Правой рукой всегда считаем четыре раза. Раз, два, три, четыре. А затем на третий раз бьем три вместе. На третий раз бьем вместе. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре. И все, и можете переграть любую песню. Это должно быть просто, да? Да. Сейчас запускаю песню, объясняю, как ее играть. Смотри, вот она играет. Это достаточно. Да. Вот смотри. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Брат. Сейчас ногу наступи. Ногу поставь. Ногу ставь снова. Хорошо. Прямо опускай ее. Держи. Чтобы, да? А теперь раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Правой считай. В одной бью. Да. Давай, давай. Раз, два, три, четыре. А теперь? Вот. А теперь на три. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Давай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Давай. Блин, нога хоть. Раз, два, три, четыре. Вот. Сейчас послушай музыку и вайди так. Считай про себя. Раз, два, вот. Раз. Играет музыка. Это тяжело, надо быть ребенком, чтобы этому научиться, ладно? Ну, как я и говорил. Да. Но интересно это, главное. Да, да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 А в частности все зависит, первое, от желания, второе, от популярности объясняемого материала. Это тяжело, надо быть ребенком, чтобы этому научиться, ладно? Ну, как я и говорил. Но интересно это, главное. Да, интересно. Субтитры сделал DimaTorzok